Привет! Мы сегодня с вами совершим видеопрогулку по переулку Нечипуренко, Овчинниковой. Вот он от Жуковского идёт до Троицкой. Сейчас мы с вами на Жуковского находимся. 119-я школа. Табличка переулок Нечипуренко, от 2 до 6 номера. Нечипуренко Александр Алексеевич, 1916-1942 год, герой обороны Одессы, разведчик. Так вот, в его честь и назван этот переулок. Сегодня солнечная хорошая погода. Это чётная сторона, это нечётная. Жилой дом Овчинникова, конец 19-го столетия. Обычные жилые квартиры. Даже окна, видите, сохранились. Хотелось бы там, да, побывать? То есть, уже под крысой, как там люди обустроили. Такой кирпичный цвет. В этом переулке два квартала. У него даже название был «Грязный переулок» имени Ромена Ролана. Ещё очень много машин, и, кажется, переулок ещё уже. Здесь уже соседствуют и новые дома, и старые. Дом 1838 года. Тоже Овчинникова. Да не молодцы, такой квартальчик себе. Прямо, ох, какие ворота. Переулок на Чапуренко 4. Там двор красивый. Тренажёрный зал здесь есть. Трудоустройство моряков. В общем, офисный. Наклеили наклейки. На Чапуренко 6. Выписано про дом. Благотворительный фонд доктора Воронежского. Ёлок-то здесь изначально? Так уже дом построен, видите? Тоже продаётся на втором этаже квартира. Это дом относится как будто к еврейской. Еврейская 50. Ты же находишься на Нечапуренко. Адрес у тебя еврейской. Еврейская Нечапуренко. Это Александровский проспект. Мы сейчас с вами на еврейской. Нечапуренко. Собачка не хочет идти, её хозяйка подкармливает и ведёт. Вот здесь это крыло, но практически одинаковые дома построены. Как бы в едином стиле. Видите, один и тот же человек себе строил. Когда-то давно. Поставили трубу, но чуть-чуть поздновато. Жилой дом жабрака первой половины 19-го столетия. Неужели мы зайдём во двор? Потому что все дворы закрыты. Давит история своей мощью. Острительством пахнет. А там ещё двор. Здесь ремонты идут. Соседствуют старые и новые. Побывали мы. Так тихо-тихо. Это я уже. Главное, что таблички. Везде такие новые. Не везде такие таблички ещё есть. Аренда. Четырёхкомнатная квартира. 123 квадратных метра. Так. Так, сейчас мы... Я хочу вас поблагодарить за ваши комментарии доброжелательные. Вот. Спасибо, что пишете. Делитесь своими знаниями, своими воспоминаниями. Хочу зачитать сейчас один ваш комментарий. Я снимала видео прогулку по еврейской. И вы написали, что на 26 минуте 43 секунды переулки Нечипуренко 12, Овчинниковский, в начале 20 века планировали современный Израиль. И вот сейчас мы на Чипуренко 12. Видите ваши комментарии. Они мне даже помогают потом что-то интересное обратить внимание и вам рассказать. Так. Здесь у нас табличка. В этом доме с 14 апреля 1890 года находилось общество с помощью... О, машина заезжает. Евреям, земледельцам и ремесленникам. В этом доме в 1904 году располагалось фирмовое командное товарищество Геула. На одном из таких участков возле города Афа был построен город, получивший название Тель-Авив. Первым мэром Тель-Авива стал основатель Геулы. Из этого самого дома. В общем, как я прочла, я не специалист в этом. Геула это занимавшееся товариществом выкупом земель в Палестине и передачей их будущему еврейскому государству. Отсюда начиналась репортизация евреев на землю предков. И благодаря этой организации развивались и обустраивались Иерусалим, Хайфа и Афа Гедера. И когда по этому поводу здесь в 2015 году открыли мемориальную доску, чрезвычайно уполномоченный посол государства Израиль в Украине, Элиав Белоцерковский, так и сказал, в этом доме начинался процесс создания государства Израиль. Тут жили и работали люди, у которых было видение израильского государства. В те времена это было на уровне фантастики. Вот такой вот переулочек. А, вот здесь современный Израиль родился здесь. Давайте зайдем, посмотрим. Собачки. Такие узкие. Можно зайти в дверь, видите, с этой стороны. Такие балкончики строили. Вот так они и остались. Такие же занавесочки, которым, наверное, уже очень долго, много времени. Для котов целые дома. Пройдемся. Правда, собачки. Снимаем. Такой двор. Так, я вкратце рассказала. Если вам интересно, вы можете, конечно, более углубиться в эту тему. Почитать, посмотреть материалы. Коммерсант. Раньше было у нас агентство медвежьев. Что? Привет, зайчик. Привет, дорогая. Привет. Идем к тебе в гости. Идем. Идем нас проведешь. Идем. Идем. Проведешь нас. Покажешь, где ты живешь. Вот. Ты в таком дворе живешь, да? Прекрасно. На втором этаже, видите, что ремонт идет. Что, дорогая? Что? Что ты хочешь рассказать? Что? Ты думаешь, видите, шторки еще так повесили наполовинку. Шторки наполовинку вот в этой квартире. Я уже давно такого не видела. И двери еще вот уже современные после ремонта. Тища, да? Ты здесь живешь? Птичка. Кисенька. Что, моя хорошая? Тища, да? Квартиры. Филоненко в первой квартире. Дом 13, квартира 1. Никитченко. А, это коммунальные квартиры, наверное, здесь, видите? Разные фамилии под одним. Все. Спасибо, что ты нам показала, где ты живешь. Все. Побежала по своим делам. Гостеприимное окошечко. Нотариус находится. Люди, когда приезжают, они всегда в таких переулках. А вот, видите, и Овчинниковский. Это то, что я говорила, такие таблички. Ваш адрес для писем и телеграмм Одесса 45. Там тоже интересный двор. Продается. На первом этаже, ну, более такое современное там. Еще старенькие квартирки. Еще старенькие жильцы живут. А этот дом, кстати, тоже памятник. Ахитектура. Идемте посмотрим, какие года. Прибудковый дом Сарача. Середина 19-го столетия. Вот в этом дворе, я вам только что показывала, жил писатель Аркадий Львов. И он написал роман «Сага об Одессе» и назвал ее «Двор». Он жил в этом дворе. Мы сейчас с вами продвигаемся на Троицкую. Очень много машин. В переулках и по всему городу, потому что много офисов. Есть еще такие старенькие балкончики. Люди такие воспитанные, обходят. Сейчас мы с вами на Троицкой. До следующих видеопрогулок. Будьте здоровы. Всего хорошего.